Если говорить о медицине, то 2019-й был насыщенным на события. На базе центральной больницы и онкодиспансера открыли современные кабинеты. Медтехника пополнилась аппаратами МРТ, маммографом и КТ. А это не только дает больше возможностей для самих специалистов, но и главное – экономит каждую секунду, которая бесценно в экстренных ситуациях, когда речь идет о здоровье горожан. В этом немалую поддержку оказывает и руководство Бобруйского горисполкома. «Почти 7 миллионов сигнований было на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения города Бобруйска в 2019 году освоено. Из них 5,5 миллионов за счет средств республиканского бюджета. В 2019 году мы получили наркозно-дыхательные аппараты, достаточно 7 штук для наших стационарных учреждений аппараты, искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование, машины для станции скорой неотложной медицинской помощи». В прошлом году также было подготовлено помещение для установки ангиографа в больнице скорой медицинской помощи, где сейчас уже идет наладка оборудования. Планируется, что в ближайшее время специалисты смогут на практике применять важный метод исследования кровеносных сосудов. До этого пациентов с таким диагнозом на ренемобиле отправляли в Могилев. Буквально в следующем месяце ситуация изменится. «Неполнять показатели – это, конечно, приоритетно, важно. Не стоит забывать, что за работой каждого из нас, из вас стоит человеческая жизнь. И это люди, и это в первую очередь качество оказываемого медицинского обслуживания. И их мнение, их впечатление в первую очередь будет формировать имидж каждого работающего в той или иной отрасли». На страже здоровья бобруйчан сегодня стоят свыше 6100 человек, треть из них – средний медперсонал, 895 – врачи. В прошлом году к ним присоединились еще 87 молодых специалистов. Такая популярность к профессии сопровождается и ростом средней зарплаты. В Бобруйске она почти 800 рублей. Немало было сделано и в информатизации отрасли, закуплены компьютеры и программы. А это, как известно, не только минимизирует потраченное время пациента, но и облегчает работу медиков. «Электронные рецепты сегодня выписываются во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях. За прошлый год почти 300 тысяч электронных рецептов было выписано для наших пациентов. И, в общем-то, информатизация работает. Это позволяет быстрее получать информацию о пациенте и уменьшать время для постановки диагноза». Если говорить о, пожалуй, самом ожидаемом событии 2020-го – открытии детской больницы после реконструкции, то строители обещают закончить объект в их планах ко дню города. Это на несколько месяцев раньше, чем предусмотрено проект на смертной документации. Ну а пока лучших медицинских работников отметили на областном, городском и районных уровнях. Для специалистов, которые сделали заботу о здоровье людей образом жизни, цветы, дипломы и денежные премии.